Приветствую вас и мужчина в данном случае просто-напросто не имел на вас предмет никаких серьезных мотивов, никаких серьезных стремлений. Человек просто провел с вами время, возможно рассчитывал на что-то большее, быстрое, но по всей видимости то, что он увидел в реальности, то, что он увидел в реальности не совпало с тем, что он ожидал. То есть такое поведение человека свидетельствует о том, что его ожидания не совсем совпадают с тем, что он увидел в действительности. И именно степень различия ожиданий и реального мира, степень ожидания определяет реакцию человека. И в данном случае можно с уверенностью сказать, что человек слишком сильно испытал эту разницу. То есть она у него достаточно большая разница между ожиданиями и тем, что есть на самом деле. И таким образом человек, в общем-то, с вами не увидел своего будущего. Он не видит с вами будущего совсем, вообще. И это на самом деле вполне нормальная ситуация, вполне естественная, вполне, к сожалению, обыденная. Когда молодой человек начинает общаться с девушкой, понимает, что она не его и тут же говорит ей о том, что больше от нее встречаться не хочет. Поверьте, данная точка зрения, данная позиция достаточно честно по отношению к вам, так как лишает вас возможных надежд, лишает вас каких-то возможных ожиданий уже с вашей стороны и позволяет вам, да, через боль, через разочарование, но все же жить дальше. Поэтому если говорить о том, что думаю я, то можно сказать совершенно определенно, что человек, по сути, разочаровался в том, что он видел. Но это не ваша проблема, это не ваша беда. Это, скорее, проблема самого человека, то есть это проблема его восприятия, проблема его ожидания и его желания. В принципе, человек мог бы попытаться вас добиться, в принципе, человек мог бы попытаться сделать так, чтобы вы все-таки были его, но он этого не сделал. Почему? Потому это не захотел. Потому это он не готов бороться за вас. Он не готов что-то делать для того, чтобы быть с вами. И, исходя из этого, можно сказать, что таким мужчиной, который, в общем-то, не готов что-то делать для своей женщины, не готов что-то делать для девушки, которая ему нравится, вы бы не были счастливы. Ну, не стали бы вы счастливее с тем, кто не готов ради вас совершать какие-то поступки. Не стали бы вы счастливее с тем, кто не готов ради вас совершать какие-то действия и так далее. Существует немаловажный момент, согласно которому мужчина, а исходя из того, что вы написали, это вполне может быть так, не считает себя достойным вас. Ну, так, к сожалению, бывает. Так, к сожалению, случается. Так случается, что мужчина, вот, ну, не считает себя достойным своей женщиной. Не считает себя, ну, способным удовлетворить ее потребности, ее желания, ее стремления. И, возможно, это тот самый случай. И когда мужчина пообщался с вами, провел с вами какое-то время, он понял, что вы примерно за человек. И это дало ему осознание, что он не может быть с вами тем, кем вы хотите видеть его. Он не может вам дать того, чего вы хотите. И это большая проблема для него, потому что он не даст, не может или не готов, а быть с вами значит постоянно чувствовать, что он не дотягивает. Для мужчины это достаточно серьезный удар по самооценке, по самолюбию и по гордости. И в таком случае, в такой ситуации поведение мужчины единственного возможного. Даже если так, то в этом случае вам придется иметь дело с мужчиной и не уверенность в себе, и не готовым что-либо делать для вас, в том числе и меняться. Тут уже вам решат. Тут уже вам выбирают. Как хотите вы такого мужчину иметь рядом ваше право, тогда поддерживайте с ним разговор, поддерживайте с ним диалог, продолжайте с ним общаться. И, собственно говоря, он, увидев, что вы не против него, он увидев, что вы готовы поступиться своими желаниями, готовы поступиться своими стремлениями, может быть с вами будет. Но сделает ли он вас счастливой, большой вопрос. Вот примерно так можно ответить на ваше письмо. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы еще остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если вам понравился мой ответ, сделаю благодарен. Сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи.